Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 июня и, как я уже сказала, я сегодня отвечаю на ваши вопросы, на некоторые наиболее часто задаваемые. Вот Ирина Тяпкина спросила, можно ли выращивать горький и сладкий перец вместе рядом. И это очень часто задаваемый вопрос, я сейчас постараюсь на него ответ дать очень быстро. У нас перец, в отличие от томатов, у него перекрестное опыление. Если про томаты я всегда говорила, и вы, наверное, читали, что они самоопыляемые, и именно вот один куст он сам себя опыляет, и он с другими не перекрещивается, то там у перца перекрестное опыление. И если вы вместе посадите горький и сладкий перец, он, конечно, может переопылиться. Причем горький никогда почти не становится сладким, а сладкие сорта перца становятся немного с горчинкой. Он немножко такой становится, как остро, остро-сладкий. Я один раз садила вместе, выращивала. Перец сладкий можно, конечно, после этого кушать, но чревато то, что если вы возьмете с него семена, он потом может быть на следующий год вырасти еще более горьким. Я всегда выращиваю горький перец далеко-далеко от сладкого. Вот сладкий у меня в другом конце. А горький всегда высаживаю вообще на самую копчатку. Вот видите, вот тут он у меня на углу теплицы. Вот это у меня теплица томатная, я уже показывала. Вот тут у меня растет циклон. Все сорта горьких перцев. Вот с этой стороны сейчас перейдем. Вот у меня тут бараний рог, потом вихрь, язык дракона. Но все они растут на отдельной грядочке. Я в теплицу с перцами, теперь уже наученная горьким опытом, не высаживаю их. Вот горький перец только вчера высадила с ладков. Видите, он уже в ладке образовал такие огромные стручки, что они чуть ли уже не до размера доросли нормального. Но теперь я в теплице вместе со сладким перцем никогда не высаживаю, потому что вкус перца сладкого портится. А так как я еще и собираю семена со всех растений, то мне нужна частота сорта, он у меня отдельно находится здесь. Все, вот этот ответ на вопрос. Кушать, конечно, перец сладкий можно, но все-таки высаживать их лучше подальше друг от друга. Они переопыляются. Все, до свидания.